здравствуйте продолжаю свою рубрику мысли вслух и сегодня хочу поделиться мыслями по поводу одной достаточно такой распространенной практике которая касается в практиках цигун микрокосмической орбиты она состоит в том что человек практикующий фокусируется на вот траектории этой орбиты и собственно говорят такая центральная линия проходящая по поверхности тела спереди сзади и образуется полный круг и когда человек занимается этим то конечно же в зависимости от того что он об этом знают такие как говорится плоды практики он и будет пожинать вообще говоря когда речь идет о микрокосмической орбите то есть вот это есть микрокосмическая орбита почему потому что когда человек внимание направляет на те или иные точки вот в траектории микрокосмической орбиты говорится так что куда внимание туда энергия поэтому конечно же точно так же как вот если вы фокусируетесь на ладони на центре ладони почувствовать как она греется будет например пульсировать то же самое происходит или куда вы не направили внимание туда пойдет энергия и поэтому когда вы ведете эту энергию вдоль микрокосмической орбиты то действительно эта энергия будет следовать за вашим вниманием и таким образом будет происходить циркуляция и это считается достаточно важной частью практик цигун кто занимается этим серьезно например когда человек практикует те же столбы есть чисто физическое состояние столбе но например можно добавить практику микрокосмической орбиты микрокосмическая орбита может при этом практиковаться скажем в координации с дыханием когда на той иной фазы дыхания приходится движение на определенном участке мир космической орбиты или же может происходить независимо от дыхания то человек просто дышит обычно но внимание движется там медленнее и быстрее по этой орбите почему это важно потому что эта орбита проходит по ходу двух так называемых чудесных или экстраординарных каналов которые рассматриваются традиционной китайской медицине известны как зачаточный канал и управляющих канал зачаточный канал идет примерно от промежности нижней губы далее начинается управляющий канал и он идет опускается по центру на поверхности позвоночника и тоже доходит до промежности эти каналы являются важны и потому что они регулируют скажем поток и циркуляцию энергии внутри организма считается что у нас есть 12 основных каналов так называемых первичных каналов которые представляют из себя систему энергетических каналов и соответствующих им внутренних органов кстати первичный канал это не единственный канал есть вторичные каналы есть соединяющие каналы сухожильные мышечные каналы и даже можно в каком-то смысле сказать кожные каналы и так далее но если например в процессе своей жизнедеятельности энергия канала скажем истощилась или перенапряглась или в каком-то органе возник избыток или недостаток энергии то вот как раз благодаря микрокосмической орбите вот например зачаточный канал который проходит по передней поверхности тела он регулирует энергию всех плотных органов сердца легких почек там селезенки печени то есть если возникает скажем недостаток энергии примеру в легких то через центральный канал другие плотные органы могут поделиться этой энергии и энергия попадет в легкие или наоборот возникнет в каком-то органе как скажем избыток энергии по каким-то причинам не всегда кстати положительно тогда этот избыток может перераспределиться и таким образом этот канал играет роль такого регулятора и распределителя энергии так чтобы в целом организм работал нормально потому что если где-то возникает сильный избыток или недостаток это приводит в болезни например то же самое происходит с управляющим каналом который происходит проходит больше по задней части тела там распределяется энергия каналов полых органов то есть желчного пузыря тонкого кишечника толстого кишечника желудка мочевого пузыря по моему все упомянул да еще три полости есть у нас и поэтому точно так же если где-то в каком-то месте допустим из образовался избыток например могло продуть элементарно да или наоборот допустим слишком много энергии было удано пищеварению тому же или например человека не было вовремя возможности там сходить по малой нужде ну мало ли какие-то возникают жизненные обычные ситуации из-за которых возникает избыток или недостаток энергии в том или ином канале так вот управляющий канал он перераспределяет их и также у человека могут быть например какой-то хронический недостаток энергии в каком-то органе канале и например на это может стать и повлиять и осанка да если человек где-то горбится сутулиться или там наоборот что-то делает то тоже возникает уже физическая причина для блокировки энергии например так вот микрокосмическая орбита практика циркуляции микрокосмической орбите позволяет обнаружить это и разблокировать чтобы энергия циркулирует тогда у нас постоянно организм сам как бы себя балансирует если этого не происходит то где-то в каком-то органе может накопиться там избыток энергии возникнут застой энергии что приведет неизбежно как я уже говорил нарушением функции и болезни и поэтому как правило человек рано или поздно осваивает эту циркуляцию то есть он вниманием сопровождает движение энергии в канале затем добавляет дыхание и в этом смысле например те кто практикует столбы если они не знают этой внутренней работе то все сводится чисто механическому состоянию и в этом гораздо меньше пользы чем если знать что делать внутри этом я объясняю например что если вы хотите заниматься такой длительная практика состояния столбах то вам лучше знать что делать там внутри чтобы не просто физическая часть работы происходил ночью и энергетическая но когда мы говорим о такой циркуляции то есть разные виды еще циркуляция гурица когда энергия движутся по передней поверхности вверх опускается назад так есть циркуляция это называется кстати циркуляция циркуляции воды есть наоборот когда по задней поверхности понимаясь энергию вверх и по передней опускается вниз это циркуляция огня например есть правда еще циркуляция ветра но сейчас не будем так далеко забегать так вот каким же образом возможно что энергия который в например поднимается по передней поверхности то есть мы можем таким образом вмешаться в естественный ход движения энергии но это не происходит потому что и зачаточный канал не завершается как некоторые думают вот здесь и управляющий не заканчиваться на этой точке здесь . почему язык ставят на небо чтобы соединить эти каналы и не разрывать потому что рот является естественным таким разрывом энергетически почему точно также смыкается внизу там слегка закрывается анус потому что тоже энергетический разрыв если постоянно открытым держать но когда энергии вот так вот пересекается то в действительность там происходит такое вот течение когда зачаточный канал доходит по поверхности до сюда а затем он уходит вглубь и движется внутри он как бы движется под управляющим каналом и точно так же когда управляющий канал по поверхности поднимается вверх то доходя пересекаясь вот зачаточным он уходит внутрь и просто протекает лужу поэтому у нас постоянно как бы вот такие два движения постоянно происходят и уже человек сам решает на чем он хочет акцентироваться то есть на траектории и на траектории я не из управляющий янский канал зачаточный иньский если человек например хочет больше успокоиться или больше духовную сторону смотреть только правило канал циркуляции циркуляции воды если же нужно больше действия активности то циркуляция огня например частности боевых искусствах чаще человек наверно больше внимания фокусирует на циркуляции огня и потом проходит от мало микрокосмической орбиты на макрокосмическую когда он там на уровне шеи дальше движется в канал рук например вот такие есть виды работы с микрокосмической орбитой и я говорю это к тому что иногда вот человек когда интересуется цигуна иногда он просто об этом даже не слышал никогда не знает или знает поверхностно сказали что вот так циркулирует и он продолжает это делать например не вникает и конечно же как и в любом искусстве в любом но в любой науке есть уровня владения до уровней чисто копировать как показали уровень ремесла когда это уже получается делать но пока может быть не так хорошо есть уровень искусства есть уровень науки и конечно же чем глубже вы постигаете и осваиваете тем больше будет эффект причем поначалу конечно практика может удлиняться чтобы больше войти в контакт с телом ощущать все лучше зачем она начинает как бы ускоряться и поэтому например можно микрокосмической заниматься там не полчаса можно достигать эффекта там буквально за 30 секунд если вы научились но муж может быть максимум там за пару минут а польза от этого очень большая потому что по ходу когда вы уже на тренировались вы можете обнаружить какой канал например блокирован об этом я расскажу наверно следующем видео если кому то интересно то есть продолжу эту тему чтобы не перегружать скажем каждый отдельный видеоролик этом все спасибо и увидимся в следующем видео